И когда мы говорим, что это все привязано к потоку бытия, из чего состоит поток бытия? Поток бытия состоит из земли материальности, вот она, твердь, и все, что материально на ней возникает. Из неба, которое пустотно, и между ними находятся существа, например, люди. Поэтому в китайском традиции говорилось, что земля – человек – небо. Когда мы изучаем тайчи, то человек – это мы сами, и мы движемся между землей и небом. Как мы движемся по земле? Мы движемся, называется, пять стихий. Почему пять стихий? Потому что есть пять позиций тела, которые направляют энергию наиболее точно и правильно, и выгодно в нужном направлении. Например, если нужно направить энергию вниз, есть позиция воды. Если вверх – позиция огня. Если расширение наружу – позиция дерева. Если сжатие – позиция металла. Если стабилизация или на себя – позиция земли. Поэтому есть пять стихий, которые выражаются как пять позиций, которые направляют энергию. Они еще иногда называются пять стратегий, при помощи которых мы имеем дело с земными делами. И нам нужно это осваивать. Например, если вы очень привыкли все делать быстро, и вдруг надо замедлиться и подождать. И тогда вам становится очень тяжело. О чем это говорит? Это говорит, что у вас быстрые элементы работают, а медленные не работают. То есть нужно, чтобы было больше земли, например, больше воды. И нужно тренировать это. Или наоборот, вы слишком медлительны. Тогда нужно ускориться. То есть чтобы вы были легки на подъем – это дерево. Чтобы вы были быстрые, резкие – это огонь, например. Ну и так далее. То есть это пять стратегий. Даже когда вы говорите, к одному человеку надо прямо сказать, а другому надо сказать как бы сбоку. А кому-то надо просто вызвать. В общем, пять стратегий Земли – это пять стихий. Этому соответствует пять позиций. И затем мы выстраиваем оттуда силу через, соответственно, называемое шели или диагональная сила. С другой стороны, у нас есть небесные. Небо – это наша тонкая часть, наш дух, наше сознание. И на таком вселенском уровне это представлено восьмью триграммами. Восемь триграмм – это отражение, как бы сотворение мира. И в восьмьми триграммах прежде всего, когда мир возникает, вначале возникает, как бы из ничего возникает что-то. Возникает свет. Вместе со светом возникает тень. Свет и тень – это как инь-янь. Янь – это свет, а инь – это тьма. Как бы активное начало, пассивное начало. Сильное, слабое, да, и так далее. Инь-янь – это главные характеристики, из которых дальше все складывается. Как мужчины и женщины. То есть вы должны постичь инь-янь. Это следующий шаг после постижения ценности. Цельность обеспечивается на уровне движения тем, что вы все делаете через дантин. То есть на самом деле движется только дантин. Это цельность, это и есть тай-чи. Но когда вы начнете двигаться, у вас есть поворот направо, налево, вперед, назад, движение вверх, вниз. Это все инь-янь. И затем, когда мы инь-янь рассматриваем во времени, то происходит разделение начала, середина, конец. Все, что происходит, любое явление имеет начало, середина, конец, как только начал проявляться. И это начало может быть все время, начало, середина, конец может быть янскими. Это невесная триграмма. Это вот 8 триграмм есть, 8 сочетаний. Или может быть полностью пассивная. Три, начало, середина, конец это женская триграмма. Земля. Небо, земля. А потом уже из этих сочетаний возникают еще 6 триграмм. Например, пассивная, активная, пассивная. Это вода. Активная, пассивная, активная. Это огонь. Или, например, активная, пассивная, пассивная. Это молния. Или пассивная, пассивная, активная. Это гора. Пассивная, активная, активная. Это ветер. Активное, активное, пассивное. Это море. 8-3 грамм. То есть они отражают вообще все процессы во Вселенной. Все процессы именно так происходят. Либо начало сильное или слабое, либо середина сильное или слабое, либо конец сильное или слабое.